С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. К пожароопасному сезону готовы. На городском полигоне твердых бытовых отходов прошли учения по отработке действий при возникновении возгорания. Сколько времени необходимо мобильным бригадам, чтобы потушить огонь на свалке. Ресторанные блюда в онлайн-режиме. 1 июня в Нарьинмаре стартует гастрономический фестиваль «Тундра», что ждет гостей в течение кулинарной недели. В поселке искателей на банном озере поселились лебеди. Жители рабочего поселка высказывают и опасения, что, обитая в черте населенного пункта, лебеди могут пострадать от рук человека. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Режим повышенной готовности, связанный с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ненинского округа, продлен до 14 июня. Такое решение было принято временно исполняющим обязанности главы региона Юрием Бездудным в пятницу по итогам совещания оперативного штаба. За последние сутки в округе выявлено два новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на территории субъекта лабораторно подтверждены 71 случай COVID-19, выздоровели 28 пациентов. Об этом временно исполняющему обязанности губернатора доложил руководитель окружного профильного департамента Сергей Свиридов. 19 граждан сегодня проходит стационарное лечение Ненинской окружной больницы. Из них 16 – это жители Ненинского автономного округа, один остался человек с месторождения Брандейская, и два человека ее встречи, вы сказали, которые были выявлены в обсерваторе перевохтовка ТТПН в Севернефтегаз. 23 гражданина получают на полуторное лечение. На самоизоляции в домашних условиях находятся 356 человек, в обсерваторе – 10. Сняты с контроля 964 человека, в том числе 43 за последние сутки. Всего с начала пандемии в Центре гигиены и эпидемиологии НАО проведено 2727 исследований на коронавирус. Всего нами проведено за этот период 2727 исследований. И по металлическим рекомендациям федеральной службы мы сейчас на нулевом этапе, то есть у нас коэффициент распространения заболевания 2 и 3 на сегодняшний день. Как отметил в РИО губернатор Ненинского округа Юрий Бездудный, самое главное – вовремя выявлять заболевших, контактных пациентов и назначить необходимое лечение. То, как мы проводим планомерно, целенаправленно работу и эпидрасследование, и помещение на обсервацию, и вовремя определение, тестирование, ну, позволяет нам сдерживать вот этот вал прирост. По итогам заседания оперативного штаба в РИО губернатором НАО принят ряд решений. Общественные бани предложено перевести в обычный режим работы с открытием парильных отделений. Ответственным лицам поручено проработать вопрос о возможности снятия карантина на месторождении имени Титова. Особое внимание было уделено выплатам врачам. Случилось следующее. Вот информация, которую получил от врачей. Они говорят, что какую-то выплату они получили, доплату, в виде аванса, какую-то уже как зарплата. Поэтому они в конечном итоге не понимали, им было очень сложно сопоставить, какая все-таки была надбавка за работу с ковидом. В связи с этим я вас прошу, чтобы вот эти выплаты, которые будут начисляться в дальнейшем по 415-му, 484-му, и в том числе по нашему решению, они проходили одной суммы, чтобы люди понимали ту сумму доплаты, которая им идет как прибавка к заработной плате. Также поручено усилить разъяснительную работу с родителями по соблюдению мер предосторожности на детских площадках. Что касается режима повышенной готовности, то он продлен до 14 июня. В селе Великовисочное уже вторые сутки уровень воды держится на отметке 900 сантиметров. По словам начальника Объединенной гидрометеорологической станции Нарьинмар Людмилы Севастьяновой, повышение воды в населенном пункте не прогнозируется. Напомню, в Великовисочном с 21 мая введен режим ЧС о том, как проходит половодие на территории села. В телефонном интервью нам рассказала глава муниципального образования Татьяна Жданова. На сегодняшний день у нас получается уровень воды без изменений. Единственное, что обнаруживается, что подмыты дороги очень сильно, с течением сносят верхнее покрытие. Вчера приступила к работе наша комиссия. Ходим в дома, фотографируем. В дальнейшем будем составлять акты, готовить пакет документов по оценке ущерба и направлять это все в Заполярный район. В основном, люди живут у родственников. Один человек у нас помещен в больницу вчера. Это житель села Великовисочная, пенсионер. Ниже по течению Печоры, на участке Великовисочная Оксина, уровень воды сохраняется или незначительно повышается с интенсивностью 1 см в сутки. По Оксина у нас наблюдается прирост уровня воды 1 см. И мы планируем, что он еще повысится на некоторое значение. По Наринмару вчера у нас был минус 1 см. Такая же тенденция наблюдалась и по Оксина, когда уровень воды убавился немного и потом начал снова расти. По Наринмару то же самое было вчера. Он убавился на 1 см и потом начал расти. И мы планируем, что он еще будет на некоторое время, по крайней мере, может быть, сутки или двое. Рост уровня воды будет. Но максимальный уровень мы все-таки держим 580 см. По данным на утро текущего дня в Наринмаре уровень воды составляет 572 см. При среднем многолетнем уровне весеннего половодья – 538 см. Сегодня и завтра ожидается небольшое увеличение уровня в районе Оксина – до 780 см и до 580 см на территории окружной столицы. В районе деревень Андика и Осколково уровни воды достигли отметки 554 см. За сутки прибавилось 4,8 см. Там также еще действуют преливные и отливные явления, но в целом уровень растет. Растет стабильно каждый день, но не сильно. И мы также прогнозируем, что уровень и дальше будет расти. 29-30 мая рост уровня продолжится, что вызовет разливы воды и потопление бытовых объектов и участков дорог. У нас есть еще гидрологический пост Юшина. Там также действуют преливные и отливные явления. И там, конечно, уровень воды скачет очень сильно. То есть там может быть за ночь плюс 50, при этом, например, днем минус 10, минус 25. И вот в целом мы уже посчитали, что там плюс 13. Хотя это не говорит о том, что за сутки плюс 13, но в течение этих суток вода падала и прибывала. По словам Людмилы Севастьяновой, в этом году уровни воды на реке Печора превышают уровни высокого весеннего половодия на чистой воде, который последний раз был зафиксирован на территории региона в 2015 году. Ирина Никешина, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». В мэрии Нарьинмара прошла 10-я очередная сессия Гурсовета. Главный вопрос повестки дня – исполнение городского бюджета за 2019 год. Как отметила заместитель главы муниципалитета по экономике и финансам Ольга Жукова, из полученных доходов в объеме чуть более 1,206,5 млн. рублей расходы составили порядка 1,105,5 млн. Большая доля пришлась на жилищно-коммунальное хозяйство, на развитие которого было направлено в 2019 году 507,5 млн. рублей, что составило 46% от общего объема расходов. Также отметила, что по сравнению с 2018 годом на 13% сократился объем муниципального долга. За 2019 год менее чем на 90% освоено бюджетное ассигнование по трем разделам. Обслуживание государственного муниципального долга, жилищно-коммунальное хозяйство и образование. По остальным разделам бюджетной классификации расходов, уровень освоения бюджетных ассигнований составляет интервал от 96,6% до 99,7%. Доля расходов в рамках программ расходной части городского бюджета составляет 94,5%, поскольку формирование городского бюджета осуществляется программным методом. По итогам рассмотрения следующего вопроса, депутаты утвердили планируемые изменения в положении о порядке организации проведения городских публичных служений. В дополнение говорится, что теперь жители смогут видеть трансляцию с проведением мероприятия в официальной группе гурсоветов социальной сети ВКонтакте. К пожароопасному сезону готовы. На городском полигоне твердых бытовых отходов прошли учения по отработке действий при возникновении возгорания. Менее 20 минут потребовалось мобильным бригадам муниципального предприятия комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию, чтобы потушить условный огонь на свалке. Подробности в материале Ольги Русул. По легенде учений диспетчер обнаружил возгорание на свалке. Мобильные бригады муниципального предприятия КБ и БО, а их в комбинате по благоустройству две, сразу же приступили к действиям. Главная цель сегодняшней тренировки – как можно быстрее локализовать очаг возгорания и задымления до приезда на полигон основных сил пожарной охраны. Да, такие случаи были. В позапрошлом году было крупное возгорание, которое пришлось ликвидировать долгосрочное и дорогостоящее. А в прошлый год нас миновало из-за летней дождевой погоды. Такие учения проводятся регулярно, причем наибольшее внимание им уделяется в осенне-летний период, когда опасность возникновения пожаров возрастает в разы, тем более, что прецеденты уже были. То есть каждый человек понимает свою роль. У нас сформированы две бригады. Есть передвижной пожарный комплекс небольшой и мотопомпы со шлангами необходимы. Плюс две емкости пожарных, которые находятся непосредственно в теле полигона. Соответственно, устраняем. Тем временем рабочие разворачивают рукава мобильной помпы. Второй стационарный резервуар с водой находится ниже предполагаемого места возгорания. Все действия, отлаженные поэтому на локализацию пожара, требуются не более 15 минут. По мнению специалистов, этого вполне достаточно, чтобы не дать огню захватить большую часть полигона до приезда основных сил пожарных бригад. Отлично. Сыниваем. Работа уже до автоматизма. Тренировки проводятся регулярно. Для локализации очков возгорания на пожаре самое главное – его локализовать в первые полчаса, 20 минут, чтобы огонь не распространился дальше по телу свалки. Условный пожар ликвидирован. Учения прошли успешно. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». Комиссия по наградам при губернаторе Ненецкого автономного округа напоминает о сроках приема документов о присвоении профессионального почетного звания Ненецкого автономного округа. Порядок и условия присвоения профессионального почетного звания, описание нагрудного знака и форму удостоверения к нему определены постановлением губернатора Ненецкого округа от 30 июня 2016 года номер 43 о профессиональном почетном звании Ненецкого автономного округа. Представления о присвоении профессионального почетного звания выносятся на имя главы региона не менее чем за 60 календарных дней до предполагаемой даты вручения. К представлениям прилагаются наградной лист, а также решение собрания трудового коллектива с рекомендацией в случае внесения представления трудовыми коллективами. Вручение нагрудного знака к профессиональному почетному званию приурочено ко дню профессионального праздника. В Нарьинмаре пройдет гастрономический фестиваль «Тундра». Он стартует 1 июня в режиме онлайн в сети Zoom и Instagram. В течение недели будут проходить мастер-классы по приготовлению блюд от лучших шеф-поваров городских ресторанов, розыгрышей призов и презентация кулинарной книги. Мероприятие реализует Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Мало и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Впервые гастрономический фестиваль «Тундра» в Нейнском округе прошел минувшей осенью. Ближе к лету его решили повторить, однако из-за сложившейся ситуации мероприятие пройдет в режиме онлайн. По словам организаторов, его проводят Центры развития бизнеса Нейнского округа. Предприниматели с удовольствием откликнулись на приглашение принять участие в гастрофестивале. Формат их заинтересовал, да, они с радостью откликнулись, то есть идея интересная, хочется продвигать эту тему дальше. Пока нет возможности это делать очно, мы придумали такой формат проведения. Я думаю, что это будет интересно и приглашаем всех принять участие в этом мероприятии. Гастрономический фестиваль будет проходить с 1 по 4 июня. В нём примут участие все крупнейшие рестораны города. 1 июня откроет гастрономический фестиваль «Ресторан-музей Тиман». 2 июня приготовлением блюд в режиме онлайн займётся «Рестобар Кочевник». 3 июня – кафе «Фрегат» в Пустозерске и завершит мероприятие «Городское кафе Артишок». Ресторан-музей Тиман, который открывает фестиваль, подготовил для своих онлайн-гостей блюда северной кухни. Во-первых, это простота приготовления. У нас будет салат, и у нас будет горячее из оленины. Во-первых, это простота приготовления, то есть люди, будучи дома, находясь на карантине, могут приготовить эти блюда спокойно, без каких-либо дополнительных затрат или затрат усилий. И, конечно же, это аутентика нашего округа, это история и то, чем питались наши предки. Рецепты, которые во время онлайн-гастрофестиваля представят шеф-повара Ненинского округа, вошли в Книгу рецептов. Её презентация пройдёт в рамках фестиваля еды. «Самым таким ярким событием будет презентация кулинарной книги Ненинского автономного округа. То есть у нас разработана книга, где представлена Пустозерская кухня, Ненинская кухня и Северная кухня». Принять участие в фестивале сможет каждый желающий. Для этого необходимо скачать приложение Zoom, либо быть подписанным на участников фестиваля, которые будут вести прямые трансляции в своих Инстаграм. Несмотря на новый формат мероприятия, у участников самые добрые ожидания. «Ожидание, что о нас всё-таки никто не забыл, что мы всё-таки работаем, что мы, во-первых, поскольку это фестиваль гастрономический, мы помним культуру, мы помним историю нашего округа и ожидаем, что наши гости, наши посетители, которые сейчас сидят дома, не могут нас лицезреть, окунуться в эту историю, попробуют что-то, попробуют приготовить самостоятельно. И, ну, конечно, ожидание, что всё пройдёт хорошо, несмотря на новый формат». Более подробную информацию о проведении гастрономического фестиваля можно узнать по телефону. Мария Даник, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Ненецком округе с 1 июня стартуют традиционные пятые культурные каникулы. Организаторы подготовили масштабную программу – театральные, мультипликационные мастер-классы, изготовление традиционной игрушки, тряпичных кукол, интерактивные познавательные программы, выставки, игры на свежем воздухе. И на показы многое другое ждёт жители округа. На территории округа в летнее время будут организованы, планируемо организовать культурные летние площадки. Это будет около 250 мероприятий, 170 мероприятий должно пройти в посёлках округа. И организованы это нашими домами культуры на территории всего округа. Планируется, что около 12 тысяч человек смогут посетить детей и эти мероприятия, которые организованы ДК. Подробную информацию о программе мероприятий в ближайшее время можно уточнить на сайтах учреждений культуры. В посёлке Искателей на Банном озере поселились лебеди. Девять белых красавцев прилетели туда впервые. Почему они облюбовали именно этот водоём, никто не знает. Одна из догадок местных жителей – в озере большое количество корма для длинношей гостей. Однако вместе с радостью жители рабочего посёлка высказывают и опасения, что, проживая в черте населённого пункта, лебеди могут пострадать от рук человека. Мария Даник продолжит тему. Эти красавцы словно позируют перед камерой, показывая всю свою грациозность. 23 мая лебеди поселились на Банном озере и привлекли к себе внимание как жителей посёлка Искателей, так и горожан, которые стали приезжать в гости к длинношей импернатам. В этой связи неравнодушные граждане, проживающие поблизости, высказывают опасения. Попрошу, люди, пожалуйста, не подходите очень близко к воде, не пугайте, пусть они адаптируются, привыкнут. Не нужно бросать хлеб, не нужно бросать никакие пищевые отходы. Они адаптируются, узнают, что мы не враги и, может быть, каждый год будут сюда прилетать. Чтобы место стоянки лебедей выглядело красиво, в районе Банного озера необходимо навести порядок. Этим уже занялись сотрудники поселкового комбината по благоустройству. Впрочем, выйти на уборку посёлка может каждый. Конечно, хорошо, что жители обращаются. Но хотелось бы через вас обратиться уже к жителям, что у нас объявлен месячник по уборке территории. Поэтому, уважаемые жители посёлка Искателей, прошу вас принять активное участие. Сейчас мы проводим конкурс и будем все неплановые строения убирать. На все навешаны объявления, чтобы собственники побеспокоились о своём имуществе. Если нет, мы его переведём. Плановое у нас место определено. И я думаю, что до первого сентября всё должно быть зачищено. Территория для уборки обширная. От стеллы на въезде в посёлок до Банного озера. Собранный мусор, отметил Григорий Казаченко, можно складировать. Затем он будет вывезен силами комбината по благоустройству посёлка Искателей. Мария Даник, Владислав Новский, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Полартранс».